По результатам своей деятельности Александр Григорьевич один из самых выдающихся политиков на постсоветском пространстве. Он на протяжении 20 с лишним лет успешно сопротивляется настойчивым попыткам российских властей, сначала Ельцина, а потом Путина, поглотить Беларусь, включив ее в состав РФ в качестве одного из субъектов. И надо сказать, что Москва прекрасно осознает, какую ошибку она совершила, позволив Лукашенко встать у руля Беларуси в 1994 году. Дело в том, что всех этих советских номенклатурщиков типа Кебича или Шарецкого они бы давно бы сломали или купили бы и затащили бы в РФ. А Лукашенко сопротивляется этому сценарию с первых дней пребывания у власти, защищая, разумеется, свою власть, но при этом защищает и независимость своей страны. И я думаю, что несмотря на все совершенные им ошибки и даже преступления, во все учебники истории он войдет как отец белорусской независимости. Вот и сейчас Лукашенко сознательно пошел на обострение конфликта с Москвой, придав ему публичный характер, когда на протяжении 7 часов убедительно показывал, что речь идет не о ценах на газ, нефть, креветки, авокадо или говядину. Это вопрос о независимости страны. Если бы этого он не сделал, то велик риск того, что аппаратной закулисной борьбе Путина бы его переиграли и осуществили бы государственный переворот. Самое позднее, во время так называемых российско-белорусских военных учений, намеченных в этом году. Теперь Лукашенко заявил перед всем миром, что суверенитету Белоруссии угрожает путинская Россия и что он, как президент Белоруссии, будет этот суверенитет отстаивать. Если бы Путину удалось сменить Лукашенко и найти человека, группу людей, которую можно поставить вместо него, то это было бы обставлено не совсем как крымский сценарий, а как объединение двух государств, как новый этап в жизни единого государства России и Белоруссии, которого на бумаге не существует. Но то, что планы по присоединению Белоруссии, по устранению Лукашенко никуда не денутся после очевидной вчерашней неудачи, тоже понятно. Поглощение Белоруссии – это важнейшая цель всей российской политики, начиная с Ельцина. И это прекрасно понимают и понимал Лукашенко, который то хитростью, то упрямством 20 лет этому противится. И в Кремле это тоже прекрасно понимали и понимают, и видят именно в нем главное препятствие на пути этого поглощения. Наконец, в 2017 году решили избавиться от этого препятствия по-тихому, без шума и пыли. Но Лукашенко это увидел и пошел на опережение. А по существу, вчера он обратился ко всему миру за помощью. Именно ко всему миру – и к Западу, и Китаю, у которого, кстати, в Белоруссии есть серьезные экономические и политические интересы. Теперь по-тихому замочить батьку в сортире уже не получится. Андрей Пянтковский.